Уже в седьмой раз в одном из санаториев Дагестана собрались представители духовенства со всей России и ближнего зарубежья. В эти дни здесь проходит межрелигиозный молодежный форум. Программа его в первую очередь направлена на формирование культуры межнационального общения и практики противодействия терроризму. Как прошел первый день форума, расскажет Любава Маслова. Площадка форума объединила представителей трех конфессий со всей страны. С приветственным словом от имени главы республики Владимира Васильева обратился вице-премьер Рамазан Джафаров. Традиционная для России и Дагестана конфессия является мощным фактором гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений, духовно-нравственного воспитания населения, пропаганды идей добра и справедливости. Время показало, что проведение форума востребовано нашим обществом. В программе нынешнего форума запланированы мероприятия, направленные на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи в противодействии идеологии экстремизма и терроризма. Муфтий Татарстана напомнил молодежи о важности выбора духовного пути в жизни каждого человека. Также он привел примеры подвигов религиозных деятелей прошлого. В наших книгах приводится такая фраза «Хайру шабаби кум нанташа багаби шабаби кум» – лучший молодой человек из вас тот, кто подобен старцу. Тот, кто не смотрит, не обольщается своей молодостью, но уходит в поклонение, вспоминает о Господе подобно старцу. «Вашарру кугули кум нанташа багаби шабаби кум» – но в то же время худший из вас старец тот, кто уподобляется молодым. Что думает, что я еще молодой и пытается совершать все эти грехи. Представители еврейской общины отмечают, на таких конференциях и форумах формируется религиозное сознание будущего поколения. Мероприятие служит профилактикой экстремистских и террористических настроений в молодежной среде. Вот такие форумы позволяют молодежи узнавать истину о религиях. А суть всех религий одна – это любить друг друга. Основная заповедь во всех религиях. И возлюбить ближнего своего, как самого себя. Потому что это одно начало, один Всевышний. И поэтому, если эта молодежь будет понимать и знать, тогда не будет никаких противоречий. Цели и задачи, поставленные организаторами форума, достигнуты, считает благочины Грозенского округа и романах Амбросий. Он посещает мероприятия каждый год. Говорит, отрадно видеть молодых людей, интересующихся вопросами религии. Нынешняя молодежь, она готова слышать религиозных деятелей. Нынешняя молодежь, она разбирается в тонкостях конфессиональных, национальных тонкостях. И те вызовы, которые современный мир преподносит современной молодежи, многие из них, решение этих проблем, этих вызовов, возможно только путем религии, поскольку религия является одним из древнейших хранителей духовного опыта, который есть у человечества. Тем временем в Большом зале уже начинается лекция. После выступления спикера любой желающий задает интересующие вопросы. Чаще всего они касаются пути вербовки молодежи в экстремистские организации. Тут и тренинги, это и дискуссионные площадки, это и круглые столы, семинары, участие в конференциях и даже в Конгрессе мусульманских общественных Северного Кавказа, которые также параллельно проходят в этом году на полях форума. То есть это настолько насыщенная программа, которая, мы так думаем, и вот по словам экспертам, которая будет способствовать тому, что молодые люди, независимо от того, что здесь представители разной конфессии, получат те компетенции, те знания, которые необходимы им для дальнейшей своей жизни. Программа предстоит насыщенная. До воскресенья на площадке форума пройдут открытые лекции, семинары, дискуссии и заседания. Также планируется посещение участниками Древнего Дербента в рамках ознакомления с религиозными объектами конфессии. Любовь Маслова, Маралиев, Тимур Лемаев. Время новостей. Коробудаххенский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова